Костанайские грузоперевозчики выступили против внедрения электронной очереди на границе. Они считают, что цифровизация обернется транспортным коллапсом, а проблему со скоплением фур на пунктах пропуска не решит. В качестве примера они приводят ситуацию в Российской Федерации, где внедрение электронной очереди не принесло желаемого результата. Однако налоговики непреклонны и считают, что новая система позволит структуризировать и контролировать грузопоток. Проблемой разбиралась моя коллега Айжанна Теова. Многокилометровые очереди из большегрузов на границе Костанайской и Челябинской областей – картина довольно частая. Водители справедливо возмущаются, а департамент госдоходов вынужден оправдываться. Мол, работают в усиленном режиме, а толку нет, потому что основной грузопоток идет в вечернее время. Отсюда и заторы. В утренние часы, обеденные часы, как правило, транспортных средств нет, либо их очень мало. И массово все едут, начиная к вечеру. Как такового, выхода из ситуации, в принципе, не было найдено. То есть, как ехали, все ехали, как всем удобно, так и едут. Выходом из ситуации, по мнению госорганов, должна стать система электронной очереди «Каргуруксат». В пилотном режиме она была введена в прошлом году в ряде регионов Казахстана. В Кустанайской области с этого года уже в боевом режиме на пункте пропуска «Обага». Система позволяет забронировать очередь на пропускной пункт онлайн заблаговременно. Только вот грузоперевозчики не в восторге. Говорят, что в России с внедрением аналогичной системы очереди стали еще больше. На ближайшие 10 дней свободную бронь не найти. Даже введя электронную очередь, Россия не решила вопрос. И мы не решим этот вопрос, введя электронную очередь. Вы выйдете, просто выйдете за Кайрак, за Бугриста, в Троицк. Вот я был буквально неделю назад, я уезжал. Там в три ряда машины стоят, уже на встречную полосу полезли. Объяснил бизнес и то, почему большегрузы пересекают казахстанско-российскую границу в вечернее время. По их словам, это связано с отсутствием придорожной инфраструктуры. Водители вынуждены планировать время отдыха и выезда из одного населенного пункта до другого, исходя из наличия мест для кемпинга. Инфраструктуры нету. Многие говорят, почему. Вы хоть как делаете, это так и будет вечером. Или вы построите терминал в Кустанае большой на Обездной. Нет, конечно. Если мы сейчас введем в Казахстане, это будет полный коллапс. Поверьте мне, и тысячи водителей выйдут на улицу. Алдан Минкеев даже предложил профинансировать поездку кустанайских чиновников на пункты пропуска европейских стран для изучения международного опыта. Прозвучала и идея увеличить количество международных пунктов пропуска для распределения транспортной нагрузки. Насколько это реально – большой вопрос. В Кустанайской области до сих пор не могут провести обещанную много лет назад реконструкцию пункта пропуска Кайрак на российско-казахстанской границе. Новые сроки работ – 2025 год. Айжан Утеева, Габидин Жокушев, Телеканал, Атамикен Бизнес.